Звучит музыка Звучит музыка Меня зовут Наталья Амарова. Я генеральный директор туристического офиса Русь-Новгородская. Это организация некоммерческая, автономная некоммерческая организация. Она создана при поддержке правительства Новгородской области. Учредителем является непосредственно Министерство инвестиционной политики, главы всех муниципальных районов Новгородской области, Новгородский государственно объединенный музей-заповедник и Национальный парк Валдайский. Наша задача это создание условий для развития туризма на территории Новгородской области. Но в связи с тем, что у нас нет такой большой технической возможности сегодня здесь, я для вас подготовила небольшие буклеты о нашей деятельности. А также хочу рассказать вам об одном проекте, который мы реализуем. И также здесь будет у вас раздаточный материал. Это карта гостя Руси-Новгородской. Мы работаем совместно с картой гостя Санкт-Петербурга, Петербург-карт. И точно такой же проект мы запустили здесь, на территории Новгородской области. Это проект, который включает в себя более 50 музеев, музейных объектов, которые можно посетить по этой карте. А также получить различные приятные скидки и бонусы на территории всей Новгородской области в течение года после активации этой карты. Карта действует 1, 2 и 3 суток. Выглядит это упакованное предложение вот таким образом. То есть турист получает непосредственно саму карту чипованную, которая активируется в момент прохода в музей, выбранный им любой. И он может посетить любое количество музеев, которые зашиты в эту карту. И, соответственно, к ней прилагается путеводитель с подробной инструкцией, где находится, как работает, как позвонить, куда позвонить, где найти на сайте эту информацию. То есть вот такое пакетное предложение реализуется в более чем 10 точках продаж на территории области и на сайте новгородкарт.ру. Музей Тесовской узкоколейной железной дороги также является партнером этой карты, этого сервиса. И, соответственно, можно приобретя саму карту, приехать и бесплатно прокатиться здесь, получить экскурсию и посмотреть красоты узкоколейной железной дороги. Это основной продукт, который мы запустили этим летом. Говорить об эффекте пока еще рано. Туристический сезон еще идет. Я думаю, что к концу года мы подведем итог, насколько эффективно сработала эта карта и сколько новых туристов к нам пришло в область. Кроме того, наш офис занимается такими вещами, как организация фотовыставок о Новгородской области. Это аэропорты Внуково, Пулково, Шереметьево, железнодорожный вокзал в Петрозаводске, публикации в Сапсане, в бортовом журнале «Сапсан» и в бортовых журналах компании «Аэрофлот». Ну и, кроме того, у нас еще есть масса других проектов, самые крупные. Я думаю, что если вы приедете сюда уже в ноябре месяце, вы его увидите. Это туристские информационные центры на территории Новгородской области. В ближайшее время к ноябрю мы построим 4 ТИЦА. Это как раз Чудовский район, вы будете проезжать мимо, и Валдайский район со стороны Москвы, и также 2 ТИЦА на железнодорожных станциях Чудово и Акуловка, там, где останавливается Сапсан. С ноября месяца заработает наш областной портал новгород.тревел. Я приглашаю всех туда почаще заглядывать. Если есть вопросы, готова на них ответить. Смотрим действующую торфяную технику. Сейчас хотел немножко рассказать о той технике, которая у нас здесь стоит. Но если есть желание, то можно попить чаю с дороги, с печеньем. Есть такое желание? Есть такое желание. Я думаю, что пусть... Да, и потом после поездки еще мы перекусим обязательно в вагоне столовой также. Давайте сейчас вкратце буквально 15 минут, и в вагоне, собственно говоря, мы с вами сейчас встретимся. Вообще, наша Воскоколейная железная дорога построена в 1933 году, в 1933. является, так скажем, довольно старой и пожилой. Я пережила много интересных исторических событий. Начиналась она, в принципе, здесь, где мы с вами стоим. То есть вот этот путь, он неизменно не лежит. И уодил торфоразработки, которые начинались прямо за этими дверями. Ну, естественно, с годами они разрастались в разы, десятки раз. И все это привело к тому, что в год Воскоколейка привозила 2 миллиона тонн торфа. И, собственно говоря, протяженность ее составляла около 200 километров. На сегодняшний день, как я говорил, протяженность дороги составляет 25 километров всего, а главного пути 12 километров. Дорога предназначалась и предназначается для перевозки торфа, в первую очередь для нужд Ленинграда. По плану электрификации страны, как раз таки утвержденному, Лениным, было принято решение развивать крупнейшие месторождения. Ну, у нас здесь это Тесовское месторождение торфа, оно крупнейшее на Северо-Западе. И в Твери Васильевский мох, и в Шатурское. Собственно говоря, была сделана ставка на эти 3 огромные месторождения. Сюда начали приезжать люди со всего Советского Союза. Началось так называемое Тесовское строительство. Собственно говоря, когда начали деятельность свою активную, выяснилось, что многие в курсе, и их дедушки и бабушки, начинали трудовую карьеру именно здесь. Поселок строился на базе деревни, древней Новгородской Фенев-Лук. И, собственно говоря, стал довольно быстро развиваться. К началу войны уже имелось 5 поселков торфа-добытчиков, которые последствия после войны объединили в Большой Тесово-Нитильский. Был построен свой панельный комбинат, собирались легкие щитовые дома. Тогда уже начали делать первые дома из шлакоблоков, продуктов, собственно говоря, торфяного отхода. И, собственно говоря, началась перевозка торфа легкими мотоозами бензиновыми и легкими паровозами. Великая Отечественная война помешала планам развития дальнейшего, и данная территория была оккупирована немецкими захватчиками. В годы войны была построена дорога от деревни Фенев-Лук до Мясного Бора, которая, собственно говоря, сыграла огромную роль в снабжении и спасении 2-й ударной армии. Именно как раз эпизод из боевых действий вокруг этой железной дороги обыгрывается на военно-исторических фестивалях забыток водой 2-я ударная, которая проходит здесь, на главной станции русской коллегии. Тот бедережный состав, который эксплуатировался на той военной дороге, у нас присутствует в коллекции и эксплуатируется даже до сих пор на узкоколейке, чем мы очень гордимся. В послевоенное время поселок и узкоколейка восстанавливались в кратчайшие сроки, и к 1953 году было основано Тесовское транспортное управление, которое, собственно говоря, осуществляло железнодорожные перевозки во всем этом округе. было сделано это потому, что под Ленинградом торфопредприятия Синяевина, Жихарева, Ириновская сильно пострадали от боевых действий, очень были застрелены торфяные разработки снарядами, это было очень взрывоопасное дело, поэтому было принято решение развивать торф здесь. К концу 50-х годов уже было три поселка торфодобытчиков, Тесово-1, Тесово-2 и Тесово-4, порядка десятка поселков прямо на торфяном массиве, работало здесь порядка 30 тысяч человек общей сложности на торфоразработках. На самом деле у людей было здесь все, начиная, собственно говоря, от квартиры, которую спокойно можно было получить после двух лет работы, квартиры, дома строило все торфопредприятие. У предприятия были и комбинаты строительных материалов, строительное монтажное управление, школа, все дело торфопредприятия. Получали также, собственно говоря, такие продуктовые блага, потому что было пять колхозов, тоже торфопредприятия, совхозов, то есть овощи, фрукты, животноводство, все здесь, собственно говоря, поцветало и развивалось. Торф перегружали на широкую колью, то есть сюда на станцию прибывали поезда, и дальше вот за большим зданием белым в конце станции, это станция диспетчерской, там была огромная перегрузочная станция на широкое колье, и круглые сутки без остановки высококолейных полувагонов ширококолейный перегружался торф. Станция Рогавка сейчас является непрерспективной и вымирающей, буквально 2-3 пары поездов в сутки по ней ходят, а тогда ходило больше 20 пар поездов, и порядка 15 поездов только с торфом уходило в Ленинград. Собственно говоря, жизнь здесь развивалась и продолжалась до начала 90-х, после чего как угольщики и газовики, собственно говоря, хватили инициативу на себя, и крупные электростанции стали переводиться на газ и на угольное топливо. Первая отказалась ГРЭС ТЭЦ номер 5 в Кудрово, на газ перевели ее. Вторая, собственно говоря, Дубровская ГРЭС в городе Кировск, основной потребитель тоже отказалась от торфа, но, собственно говоря, это поставило жирную точку на развитие всего, что здесь происходило. Естественно, предприимчивые бизнесмены 90-х увидели в нашей узкой коллеге, да и вообще во всех территориях бывшего Советского Союза, огромный, скажем, сок для выгоды, потому что металлъемкость очень огромная, у нас тогда было порядка 150 километров, парк вагонов составлял больше тысячи, парк локомотивов больше 50 единиц, ну и 10 торфодобывающих участков, то есть огромный колоссальный, собственно говоря, набор металлолома. И, к сожалению, после того, как оно акционировалось, началась продажа и резкое имущество. Планировалось, собственно говоря, ликвидировать все к концу 90-х, и торфопредприятиям ничего не должно было бы остаться. Позднее, собственно говоря, было принято такое спасительное решение, котельные оставили все-таки на трофенном топливе, и три котельные поселковые в Тесово-Нитильском дали, собственно говоря, зеленый свет жизни узкой коллеги и торфопредприятиям. И до 2010 года здесь работало чуть больше 100 человек, и, в принципе, так называемый бизнес был рентабельный и самоокупаемый. Помимо этого, производились садовые грунты, торфогрунты, и продавались, собственно говоря, в многих магазинах. Даже было времена, в 90-е, что торф отправляли на экспорт даже в Китай, Финляндию. Но, опять же, к сожалению, многие думают о торфе, как источнике выгоды, потому что, по факту, он лежа на поле, мы с вами сегодня увидим его, ничего не стоит, стоит копейки, а когда его привезешь и переработаешь, он его заставит десятки раз. И, собственно говоря, у каждого, кто начинает с этим сталкиваться, начинается вопрос денежный в первую очередь. И это многие сбивают с пути, потому что все-таки торф – это не так просто накопал лопату, а довольно сложная технологическая вещь, которую важно правильно добыть и переработать, и потом самое главное продать в наше время. На данный момент торф в предприятии Тесов-1, которое, собственно говоря, является владельцем инфраструктуры, то есть пускоколейки, к сожалению, находится в состоянии банкротства. Связано это было с отказом котельных от торфяного топлива в пользу привозного угля. Собственно говоря, не удалось победить всю эту тему, и, к сожалению, приходится дальше бороться за то, чтобы вернуть торф на котельную, что позволит дать работу людям, позволит развивать дорогу. Остальные торфы предприятия Тесов-2 полностью отказались от пускоколейки. Минимальная добыча торфа для производства садовой земли. Ну, а Тесов-4 в Ленинградской области также закрылась, и там полностью отсутствует добыча и переработка торфа. На сегодняшний день в минимальных объемах добывается торф, не больше 5000 тонн, хотя торф в предприятии Тесов-1 в 60-е и 70-е добывало миллион тонн торфа. Вот, и пускоколейки эксплуатируются нерегулярно, ну, а выходные дни проводятся экскурсии. В начале 2000-х нашей инициативной группой, сникая Малой Октябрьской детской железной дороги, собственно говоря, сочелялись регулярные поездки сюда, в том числе. Раньше пускоколейки было большое множество в Ленинградской и Новгородской области. Ну, собственно говоря, здесь мы как-то осели, появилась первая модно-резина «Пионерка», ну, и позднее было принято решение совместно собирать редкую технику, потому что на глазах прямо по всей стране начала уничтожаться. Сейчас проводятся регулярные экспедиции по всей стране, собираем, покупаем, просим помощи в выкупе техники, собственно говоря, привозим, ну, и при возможности реставрируем. Сейчас цель у нас больше накопительная, и поэтому реставрация сейчас в минимальных идет объемах, потому что сейчас последняя волна уничтожения дорог по всей стране пошла ускоколейных. Цель – можно больше и быстрее спасти техники. Ну, давайте сейчас вкратце пройдем по экспонатам, по некоторым. Вот этот тепловоз, я не знаю, кто-то видел, кто-то знает, на детских железных дорогах тепловозы эксплуатировались и эксплуатируются. Ну, на самом деле, тепловоз не игрушечный, и строился он изначально для перевозки грузов на целинных узкоколейках. Оказалась не очень удачная конструкция, в первую очередь тяжелая, видно, массивная, 32 тонны весит, и для узкоколеек, ну, слишком тяжелая. Собственно говоря, шла с активной работой, перепиской с ООО РЖД в 2015 году, когда мы начали развиваться и накапливать свою экспозицию. Ну, и в 2016 году он был спасен с Нижегородской детской дороги, планировался под порезку, и вице-президентом ООО РЖД Олегом Сергеевичем Валиском был передан безбозвездно музею. Компанией ЖД Ретро Сервис был восстановлен до рабочего состояния. Но, к сожалению, опять же, условия не позволяют его содержать под крышей. Просто-напросто, опять же, цель идет накопление экспонатов, пока мы о депо, собственно, не думаем. Ну, и пути, к сожалению, с каждым годом ухудшаются, и вот мы одну зиму его эксплуатировали, по поселку также катались с логонщиком. Сейчас он пока стоит, к сожалению, на приколе, и только на праздниках выезжает на станцию. Кому интересно, можно будет после экскурсии со мной пройти, посмотреть внутрь, вкратце расскажем об его устройстве, посмотреть, собственно говоря, пульт управления у него сделан. То есть обращайтесь, обязательно подходите, я расскажу. Собственно говоря, следующий экспонат. Сейчас пошла такая тема, что начали собирать уже не только тепловозы, вагоны, но и прочую различную технику. А ведь узкоколейка являлась таким зеркальным отражением широкой колье, но в отличие от широкой колье, можно было делать все, что хочешь, и даже в Советском Союзе. То есть инженер мог придумать на коленке новое изобретение, внедрить его, эксплуатировать спокойно. То есть не нужно было утверждений, можно было все подпольно сделать. На самом деле, эта вещь сугубо лесных дорог, то есть на трофейных дорогах не эксплуатировалась. Это не самоходная крановая установка. Кто знает, то в теме, видите, кран стоит от ЗИЛ-130, на оригинальную раму. Строились в Архангельской области и поставлялись на лесные дороги. Грузоподъемность крана 7 тонн. Спокойно позволяет поднять упавший локомотив, производить погрузоразгрузочные работы. Смотрите, у него дизельная установка от трактора ВМЗ-6. Ну и дальше вся механика, собственно говоря, уже механический привод. Кран был привезен в феврале этого года, собственно говоря, при спонсорной помощи группа компании Евросип и группа компании ЭЛИМ, которому она принадлежала. Становка в рабочем состоянии, собственно говоря, уже опробовали ее в реальных условиях, на пудемке полежного места. Ну, кстати, оказалась нечего примечательного платформы, но, как раз же видно, у нее клепки и тележки, так называемые, поясного типа. Эта платформа построена в 1940 году, и как раз-таки она из тех платформ, которые эксплуатировались на 2-й ударной армии. Есть фотографии достоверные, исторические, где на них переводят пушки, орудия, раненых, собственно говоря, мертвых. То есть платформа активно пережила все эти боевые действия. Ну и сейчас является уже недельным экспонатом. У нас с той стороны также стоит различный подвижный состав. Когда приедем, опять же, не будет время, поговорим. Кому интересно будет, расскажу дополнительно о тех образцах, которые мы используем. Ну, это вагон ПВ-40 пассажирский. Сейчас мы с вами увидим немножко в другом виде его. С этим вагоном мы долгие годы пользовались. Он использовался здесь на торфопредприятии для перевозки рабочих. До 1995 года отсюда до 1992 ходил пассажирский поезд. И раньше когда-то он ходил с пассажирским поездом. К сожалению, в 90-е все элементы интерьера были оторваны, алюминиевые, в первую очередь. Ну и вагон, собственно говоря, пережил много, так скажем, вандальных событий. Вот. Привели его в порядок, эксплуатировали. А сейчас уже весной после того, как ОРЖД нам подарило 4 таких вагона. Один мы восстановили, это рабочее состояние. Сейчас мы вам его обязательно покармем. Собственно говоря, уже такая современная модель построена в 89-м году Камбарским машиностроительным заводом для перевозки пассажиров и руководящего состава Москокорейную железную дорогу. И является, так скажем, одним из представителей массовой серии тепловозов серии Ту-6, в которой было построено больше 4 тысяч штук. Ну, кому интересно, кто тоже знает, где стоит исторический двигатель Лиас-204. Это, собственно, авиакопия General Motors, мотора, который был спрометирован в 1927 году, по-моему. После войны было выкуплено автотранспортным управлением Ленинграда несколько таких двигателей, скопировано. Доводилось там не одно десятилетие до ума и производились двигатели до 1994 года. На самом деле такая смешная машина, звучит как пылесос, двухтактный, довольно сложный, капризный. Поэтому очень большая редкость, что мы его специально сохранили здесь. Многие просто переставляли обычный МАЗовский двигатель, ставили от грузовика и не заморачивали. Но, опять же, это говорит о том, что тепловозы узкоколейные простые и примитивные. Двигатель здесь автомобильный, коробка передачи от МАЗа, ручное сцепление и привод на колеса. То есть чинить можно на коленке в любых совершенно условиях, выгодно и удобно. Тепловоз интересен тем, что, как вы видите, у него капот здесь и длинный салон по-своему. Для того, чтобы ехать в направлении назад, у него был подъемный поворот, механизм гидравлика поднимался над путями, машинист вручную его разворачивал, и он опускался и ехал в обратную сторону. По заводу, вот сейчас вы видите, поедете, там окошечко такое смотровое, есть сейчас, оно самодельное. Даже не было предусмотрено смотрового окошечка, то есть завод думал, что так все будут всегда разворачиваться и пользоваться этим. Естественно, гидравлика сразу ломалась, пути не позволяли разворачиваться. Сейчас только на образцах на широкой колеи, на ОРЖД, такие подъемники используются. Тепловоз серии Ту-4. Один из таких знаковых наших экспонатов, но его, в принципе, можно увидеть много где, и довольно известный стал. Тепловоз выкуплен нашими силами в 2014 году в Твердовской области, в городе, под городом Кувшинова. Там, в Новоской колейке, торт доставляли на Кувшиновскую ТЭЦ. Опять же, привели на газ, всех разогнали. Спасибо директору, который не дал тепловоза порезать. Его собрат, тепловоз Ту-4, не помню, номер, отправился в Екатеринбург, в музей детской железной дороги. И в 26-30 пришел сюда к нам. Тепловоз в рабочем состоянии, собственно говоря, ну и используем тоже его в ходе экскурсионных поездок. Тоже является представителем массовой серии. Было построено больше 300-300 штук локомотивов. Ну и до сих пор их можно встретить на многих узкоколейках в нашей стране. Ну и в том числе за границей. Даже в Швеции эксплуатируется на музейной узкоколейке такой тепловоз, выкупленный в Украине. Он стал одним из любимцев рабочих, потому что, собственно говоря, мощность 240 машинных сил позволяла спокойно тянуть 30 грузонных вагонов с торфом или с лесом. Трансмиссия у меня гидравлическая, то есть по свое дело примитивная коробка автомат, двухступенчатая, где-то трансформатор. Плавность хода, собственно говоря, сделали тепловоз на долгие годы любимцем машинистов. Дизель у нас уже тут не родной стоит, от КРАЗа ЕМЗ-238, а штатный стоит дизель судовой 1D6. У нас есть второй тепловоз У4, который ждет своего установления уже в полном регионе. Ну, вот, собственно говоря, такая интересная есть. Сейчас на вечном у нас и на ремонте, потому что пожилая и довольно активно эксплуатируется. Это автодорезина ПД-1, можно посмотреть салон. К сожалению, салон не совсем в оригинальном виде восстановлен, но, тем не менее, передает антураж тех лет. Автодорезина предназначена для перевозки рабочих и руководства в Катарине железных дорог. Строилась Демитровским международным заводом в 60-70-е годы. Было построено больше тысячи таких дрезин. И, к сожалению, с годами осталось буквально не больше 20 дрезин, и они сейчас представляют огромную историческую ценность. Многие думают, что это какой-то самодел. Нет, на самом деле, Демитровский завод проявлял смекалку. Были взяты капот и лобовые стекла от 51-го газа двигателя от 21-го Волги. Собственно говоря, дрезина может спокойно ехать со скоростью больше 50 км в час. При желании к ней прицепляется платформа, можно перевозить грузы. Такие дрезины в люксовом исполнении делались велюром, сиденьями велюровыми для перевозки руководства. Одна из таких дрезин люксовая была здесь, начальника железной дороги, которая регулярно проводила здесь инспекторские поездки. Опять же, дрезина также оборудовалась гидроподъемным механизмом. Здесь ручка стоит гидравлики, также разворачивалась и могла ехать в обратную сторону. Дрезина сейчас находится в рабочем состоянии, и она тоже эксплуатируется в ретро-поездках. Судьба интересная ее в том, что Надя была в лесу Ленинградской области, в леспромхозе. Она слетела с моста, у нее был полностью разбитый капот, и 20 с лишним лет стояла в лесу. За время стоянки и разборки местными жителями от нее остался кузов. И вот это первая серьезная вещь, которую мы восстановили, будучи еще студентами, школьниками, собственно говоря, до рабочего состояния. Ну и у вас тот самый вагон ПВ-40, о котором я говорил. Пытались снимать таких сложных условий, постановить его более-менее перегинальное состояние. Как раз еще три вагона стоят в печальном виде. Вагон эксплуатировался на Ростовскую детскую железную дорогу 2015 года, после чего было принято решение о его кадрельском металлоне вписании. Не один год переписывались со ООО РЖД. В итоге при поддержке правительства Новгородской области, лично губернатора, и Олега Валентиновича Белозерова, и Октябрьской железной дороги, эти вагоны чудом были привезены сюда в конце мая, для того, чтобы, собственно говоря, как подарок военно-историческому фестивалю забыть и подвиг. Ну вот три месяца мы только один вагон смогли осилить своими силами. Вот, собственно говоря, он перед вам. Прошу пройти вовнутрь. Можно одно слово? Да, да, конечно. Вот посмотрите сюда. Вот у вагона целое автотормозное оборудование. Снят главный прибор, воздухосприниматель, сейчас на переборке. На узкоколейках тормоза практически везде на вагонах разорены и не действуют. На вот таких вот маленьких промышленных. А здесь, начиная с этого вагона, мы начинаем восстанавливать автотормоза и на вагонах. И тогда у нас будет людям показать еще такую большую и важную часть. Сергей Твоевич не даст соврать, что автотормоза – это большая и нужная вещь. В обучении машинистов они выделены в отдельных людях. Ну, проходите. Очень ждем этих автотормозов. Ну, собственно говоря, вагон, к счастью, сохранился в разданном своем виде. Еще лет 10 назад казалось, что вагон ПВ-40 было выпущено больше 8000 штук. Ну, ничего особенного. А с годами так получилось, что в оригинальном своем виде осталось тоже единицы. И вот нам повезло, что нам удалось заполучить аж 4 таких вагона. Строились они с 1956 года по 1991 год Демеховским заводам. Конструкция, в принципе, не менялась особо. Многие меня там спрашивали, почему он такой прям такой убогий, да? Потому что есть те же форточки, которые выпадают наружу, для которых сложно вставлять зимние рабы специальные, чтобы не дули. Много-много мелочей. На самом деле все очень просто. В 60-е, в 70-е, в 80-е годы завод делал опытные образцы вагонов ПВ-40 и столовых, как мы зайдем, удлиненных, с хорошей отделкой, с удобствами, собственно говоря, которые могли выходить в большое расстояние, с хорошей ходовой, которая обеспечила полность хода. Но каждый раз принималось решение о том, что вагон слишком хорош для рабочего контингента, потому что буквально за месяц опытной эксплуатации он весь разворовывался, и раскручивался, и пачкался. К сожалению, вагоны не пошли в серию, и поэтому до конца уже Советского Союза строились ПВ-40. Хотя на тех вагонах была ходовая копия ширококалейной. В принципе, вагон делался лучшими дизайнерами Советского Союза. Список дизайнеров было порядка 10 человек. То есть, очень бережно подходили к этому вопросу. Однако, на данной модификации вагона еще остаются бакелитовые родные элементы. В Орехово-Зуево, рядом с Демихово, где был завод Бакелит под Москвой, который делал все эти изделия, начиная от настольных ламп, заканчивая вот такими вентиляциями. Вот, собственно говоря, штатная вентиляция. На самом деле, довольно хорошо работает. Да, хорошо рассчитана, собственно говоря, вся продувка. В столовой, еще обратите внимание, бакелитовые светильники. Вот уже в 90-м начали ставить стандартные автобусные. Многие спрашивают, что что-то неродное. На самом деле, это родные. На данной модификации вагона, собственно говоря, не такие. Ну, из больших бонусов, в том вагоне мы запили печку обычную, буржуку. Здесь мы все-таки восстановим полностью отопление водяное. То есть здесь у нас стоит котел водяной и, собственно говоря, по трубам равномерно тепло будет по этому вагону распространяться. Вот, собственно говоря, вот такой вагончик. Опять же, на базе их строились вагоны столовые. Сейчас мы с вами познакомимся. Вагоны кинотеатра. Порядка 20 кинотеатров было построено. То есть сидения у него располагались в одну сторону, они друг напротив друга. С торца не было этого помещения, было сворачиваемое полотно. А с другой стороны была рубка для киномеханика. Вот, сзади подцеплялась платформа с дизель-генератором и можно было ехать смотреть кино. Опять же, там многие спрашивают, зачем кино, едем 12 километров тут все. На самом деле, в советские годы у скоколейки были в протяженности 700 и более километров. И в вагоне ехать надо было очень-очень долго. Сегодня в Лапаевском скоколейной дороге, протяженностью 150 километров, в таком вагоне нужно ехать 8 часов ночью. И как раз в такую пару школьную, когда все в школу перемещаются, или бабушки на дачу ел, то вагоны битком. И наши коллеги, собственно говоря, ездили не так давно, там приходилось довольно сложно преодолевать эту дорогу. Плюс необязательно, что туда едешь, потому что любая скоколейка сейчас у нас в России, к сожалению, плохо содержится, и вагон может сойти с рельсов, и можно поднимать их очень-очень долго. Наши друзья из пояса на прокат, заказывали, у них есть люкс-вагон специальный, диванами для туристов, вот, где-то в самом конце линии сошли, и вот там еще и полдня, если не больше, их там поднимали бригадой, вот, то есть впечатления, конечно, такие незабываемые. Ну, а сейчас, собственно говоря, Камбарский машиностроительный завод строит вагоны для детских железных дорог, прообраз вот этих Демиховских, называется ВП-750, все детские дороги уже оснащены этими вагонами, но, конечно, все ругаются, особенно ругаются промышленные дороги, которые их купили, в первую очередь, Алапаевская и Кудемская дорога в Северодвинске. Вагоны сделаны без особых расчетов, под них закачана ходовая тепловоза, то есть он стал выше еще, и так страшно не убегать, когда он раскачивается, он еще выше стал. Вагон регулярно сходит с рельсом. Качество металла ужасное. Вагон строит до позже, начинают... Новые вагоны, к сожалению, гниют, и с них отлетает краска. Этот вагон хоть построен уже там, в начале 90-х, уже видно, что на последнем издыхании качество металла говорит о себе за себя, за эти все годы, сколько он существует, државчины сквозной нигде не нашли. Все отшкурили в идеальном состоянии. Новые вагоны оставляют желать лучшего, к сожалению. Ну и поэтому мы очень были удивлены, но до сих пор удивляемся, когда последние экземпляры, я думаю, что к следующему году уже на детских дорогах вагонов 2.40 не будет, к сожалению, будет заменой пластики. Ну пойдемте дальше. Всякими мелкими деталями. Вверх и снаружи, кто стоит, можно посмотреть, у него тележки расположены несимметрично, что не характерно для вагонов. То есть одна тележка у него получается немножко залезлина сюда. На самом деле, каким-то немецким каноном в Германии в свое время тележки располагались по грузораспределенности пола, потому что тамбур, собственно говоря, груз на нем не лежал, было принято решение сместить. Вагон построен в 2009 году на заводе Аминдорф Германия для, собственно говоря, Советского Союза по репарациям. Построено было больше тысячи таких вагонов и строились они для Министерства лесной и бумажной промышленности. Таких вагонов сейчас осталось на ходу только два, как наш, и на Лапаевской узкокорейной дороге. Он приобретен в 2015 году в Тверской области, в городе Нелидово, ну и, собственно говоря, восстановлен до рабочего состояния. Он примечательный тем, что дерево все практически, внутри тоже это все родное, то есть дерево дорогих пород использовалось, и качественно пропитывалось, и аккуратно собиралось немцами. Вот тот же вагон, допустим, 1975 года постройки советского Дельмиховского завода, видите, в каком состоянии, то есть качество, конечно, отличается сильно. Вагон оборудован откидными лавками, то есть можно их откинуть к стенке и спокойно загружать грузы. На лавке также клали специальные полки и получалось 20 спальных мест в данном вагоне, то есть можно было спокойно передвигаться как спальный вагон. Ну, вагон является членом такого семейства интересного, значит, были вагоны паровые, передвижные электростанции, в этом вагоне ставился паровой кофе и электрогенераторы, и паровые электростанции буквально десятилетия, с конца 40-х по 50-х годов, активно по всему Союзу эксплуатировались все станции. Ну и паровая электростанция, поставлялись вагоны, ремонтные, механические мастерские, оборудованные станками. Сейчас у нас приобретена, выпалена с Архангельской области вагон паровая электростанция. После поездки, если интересно, могу показать, в каком состоянии она, конечно, печальным, но она единственная, которая сейчас сохранилась в таком состоянии, привезли недавно. Ну и планируется со временем пополнить нашу коллекцию третьим экспонатом этой серии, это ремонтно-механическая мастерская. Ну, такой вагон состоит антураж и активно используется на военно-исторических мероприятиях и на различных поездках для реконструкторов, потому что здесь можно полностью погрузиться, особенно когда вывезли на Торфу-разработки. В 40-е годы, в принципе, ничего не изменилось с тех пор. Вот, если есть какие-то вопросы, будьте, конечно, задавайте. Сейчас попрошу в столовую, приглашаю. Снимки делаю, не могу. Это сколько километров? Где примерно 13? 13? Да. 12 километров. В куплине базовская коробка. 13? Угу. Ты откуда? Ти-ти-ти-ти, сигурно. А, на все, может, наносим? Угу. Можете сами побудеть. Ха? Можете сами побудеть. Не-не-не. Не-не-не. Буквально чуть-чуть Ну это не мой Вот когда дорожки, то я не знаю Головно держать Ой, меня длесут Возьми вот это Только там еще Лиза, спасибо тебе большое Как это назвали? Скунели Манели Манели Покуплен Все Продолжение следует... 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 Грабельками все это разравнивалось, позднее уже тракторами примитивными Сначала корзинками, высококолейные вагоны по досочкам женщины загружали все это Везли это все на стакаду, на стакаде приезжали высококолейные вагоны и так далее Труд, короче, человеческий был неимоверный, плюс люди работали в основном в воде Те, кто на торфососах работали, женщины в основном, они по пояс были в воде Целыми сутками убирали пни торфососов и регулярно засасывали Конечно, все здоровье теряли очень сильно Мужики работали на примитивных, тогда уже фрезерный торф появился, в фрезерных машинах, тракторов без кабин Здоровье, конечно, сожжали очень сильно, торфяная пыль осаживалась легких И жара, и страшные условия, конечно, труда тогда были От гидроторфа в 60-е годы полностью отказались, слишком уж это трудоемкий процесс И перешли на 100% механизированный фрезерный торф, который добывается сейчас во всем мире И, в принципе, является самой высокотехнологичной технологией добычи Для того, чтобы добыть фрезерный торф, с начала года проходит корчевальщик Все машины прицепляются к тракторам Сейчас мы увидим с вами и машину в рабочем состоянии Трактор ТТ-75 сейчас За границей уже, ну и на стратпразовых предприятиях На колесно-шинном ходу ставятся трактора Прицепляются различные агрегаты, которые занимаются подготовкой Первый проходит корчевальщик, то есть он ездит по невидной траектории Приходит на следующий школьник и так далее После корчевальщика идет машина для сбора пней Мы сейчас увидим ее Дальше после того, как пни остались, проходят школьники Раньше в советское время зарабатывали деньги Довольно большие, которые в итоге родители отнимали, естественно Заходили, собирали пни в телегу И у всех была работа Полей здесь было много, 10 участков было торфяных Работали все Поселок был 8,5 тысяч населения То есть он не тыльский, плюс большое количество лесных торфяных поселков После того, как собрали пни, можно начинать добычу Должна быть хорошая погода, не обязательно солнечная Даже если паспортная, черное поле аккумулирует в себе солнечную энергию Очень хорошо и температура всегда высокая Проходит фрез-барабан, так называемый, прицепной Фрезерует торфяную крошку, получается крошечка Которая естественным образом сохнет Потом технолог делает измерение влажности Ну естественно, все делали просто опытный технолог Начальник участка потрогал торф вручную И сразу скажет, сколько процентов влажности Проходит дальше у нас ворошилка Которая переворашивает торф впервые Переворашивает крошку Она опять тушится с другой стороны Если плохо просохло, то еще раз ворошат Ну в основном все нормально Дальше выходит волкователь Так называемый, вот он И делает так называемые волки Если приглядеться, то вот эти направляющие металлические В итоге сводятся к так называемому волку Такой грядочке небольшой Которая потом соберет уборочную машину Это современный волкователь Конца 80-х годов Он делает 5 волков У него вот эта гидравлика Собственно говоря, крылья раскрываются И, собственно говоря, получается 5 волков В повороте он складывает крылья И, собственно говоря, поворачивает и дальше едет Ну и после того, как сволковали торф Ночью выходят уборочные машины Ночью почему? Потому что, во-первых, тяжело работать Уборщики Это самый продолжительный процесс Потому что волков много За ночь нужно их всех собрать Чтобы потом на следующий день они не слежались Ветром их не выдало и так далее И взрывоопасно Торфяная пыль в машинах взрывается Машины самовозгораются Ночью уборщики убирают торф Дальше к будущим штабелям Торфянников называются они караваны Они выгружают автоматически И дальше едут на новый круг Раньше уходило в ночь На каждом участке Там 10-15 уборщиков уходило Сейчас 1-2 максимум И то редко И так убирают, собственно говоря, торф Ну, добыча основная июнь-июль И основная зарплата была у всех июнь-июль Все остальное подготовка к этому сезону После того, как уборщик прошел Выходит штабелировщик Сейчас мы с ним подойдем Вот он боком едет И регулирует своей стрелой высоту штабеля Стабель делается ровный Почему он такой? Потому что вода, когда капает, дождь льет Аккуратно скатывалась с каравана с торфом Потом зимой же бросуется корка льда И он остается в целости и сохранности В караване торф может проезжать до 15 лет После этого уже, когда растения прорастают В нем корневая система, собственно говоря, торф этот портит А так в нем тепло, всегда идут процессы гниения То есть зимой он парит и торф всегда теплый Говорит о его высокой энергоемке Давайте подойдем к астранировщику То есть их было полей Это у нас поле номер... Сколько стрела может подняться, сколько он делает Это седьмое поле, всего туда 23 И все остальное затопленное и заросшее То есть с этой стороны, еще с той стороны И только на этом массиве Ну, карту если посмотреть, полей здесь не одна сотня Все у нас заброшено Промежуточник в нем есть Сзади подъезжает мотооз электростанция, которая дает 380 вольт И оператор нажимает кнопку Раньше здесь была кабина, сейчас, к сожалению, нет ее И путеукладчик, тепловоз толкает безмышнистый путеукладчик И восьмиметровые звенья временного пути укладывает Так два километра туда уложил, он прямо по болоту Торф в вагоны загружается Пустошает ряд Разбирается, перекладывается переноска на следующий ряд Ну, в советские годы работало десять путеукладчиков одновременно, ежесуточно Десять бригад было, которые по большой узкоколейке тесовской укладывали, собственно говоря, переноски Но тема, на самом деле, такая продвинутая В лесной промышленности тоже были путеукладчики Временные пути удобные Ну, вообще узкоколейка, как вы поняли, это видно, что дешево Потому что метр песка отсыпали прямо на болото Положили рельсы шпалы Ну, а временные пути можно прямо на болото класть Подкладывать под него березки И спокойно, сколько нужно, объем груза вывозить Дальше разбирается, все это легко переносится Рельсы легкие Торф загружается экскаватором Сейчас ЕК-14 экскаватор Раньше были тросовые, естественно, паровые, большие экскаваторы И в свое время здесь были даже электрические экскаваторы То есть, были протянуты по полям кабели приносные Электрическими экскаваторами в целях безопасности, собственно говоря, все это грузилось Ну, сейчас уже ничего там, к сожалению, не осталось Ну, вот как раз вы видите, штабель с торфом И, к слову, о качестве их оставим в торфе Слушайте, это черный штабель, а дальше они более теплые Вот такой же черный, это топливный тот Топливный тот Топливный тот Топливный тот Топливный тот А дальше вот уже пригодный не для сейства, а для топлива То есть... Ну, потому что я... Нет, нет Мы берем, добавляем свой любимый цветочек Он просто сгорит Он просто сгорит Кормящий цвет Да, наверное, в Кирзе будет в воде Вот Собственно говоря, Баларуни, допустим, не столько черный тот Но это не было, что это не было Ну, вообще смешно Ну, вообще смешно Пока Сейчас он еще раз до нас доедет, дайте развергаться сейчас. Сзади у него наверх кушевая группа, которая поднимает торов, а сбоку у него как раз выгружатель, который сейчас он не покажет. Время и нарушение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внутри стоит центрифуга и пневмоспособом начали добывать торф. Большой плюс в том, что просушка идет частично уже внутри комбайна, поскольку там стоит центрифуга большая. Ну и производительность увеличивается в два раза такого комбайна. Это просто собирает, гребет волок, а там волки не надо делать, он просто всасывает торфяную пыль в себя. В 90-е по всему бывшему союзу, естественно, от них отказались, потому что самая сложная техника первого уходила в металл. Здесь тоже были комбайны, были отдельные участки, которые полностью были снабжены именно этими комбайнями. Тоже, к сожалению, осталось только один комбайн, про который я говорил. Потом его вот так, может качество памятника установить. Снизу его доступ, все время у нас все позволяет. Это все вообще красиво. Завтра недельник. Собственно говоря, это 8-й километр нашей дороги. Вот память нападет к перпезанам. Поставлен в начале 80-х годов. Работник готов приятель. Тогда только начинал с поисковой недели в нашей стране. Ну и, собственно говоря, лист был найден на законе 16-го перпезан. Одного из трех отрядов, которые здесь были в лесу. Использование заключалось в том, что при наступлении немцев на болото моста в Минюшке была немецкая база. Немцы стали передвигаться в сторону Тесова-Унитыльского, чтобы не хватить советских солдат на станции «Аэрографка». И здесь, в своей своей жизни, они что-то подобное какого-то маленького бронепоезда с орудиями, что-то было на Непоезда. Ну, раньше, в местах тоже были только в работе, в отношении заросли, и в отношении заросли, в отношении заросли.